Четвертый том добротолюбия, страница 203. Святого Феода Расцедита, наставление монахам, пункт 90. Почему и вам, истинным воинам Христовым, должно всегда смотреть, в порядке ли оружие ваше? Имеет ли каждый из вас меч послушания, броню веры, шлем упования, спасения, щит смирения, лук молитвы и все другое потребное в воинствовании нашим духовном? Не так прекрасное изумление достойно видеть плотского воина в своем всеоружии, сколько воина Христова, имеющего все сказанное. Поэтому, чадо мои, вооружайтесь, ограждайтесь, стройтесь, воюйте и побеждайте борющего вас дьявола. И не делитесь ничему случающемуся с вами, не тому, что удары получаете и устреление, не тому, что поскользаетесь и падаете, только скорее вставайте. Иные досады изумляются или даже в отчаяние впадают, что их тиранит, или срамная похоть, или серчание, или хула, или зависть, или переменчивость, или другое что подобное. Я же, напротив, удивляюсь им самим. Скажи мне, братья, или так, без трудов и бедствований, без борений и побед ожидаешь ты получить себе венец? Но, говорит, я имею уже столько и столько лет, сколько раз говел, исповедался и причащался, показал то и то, приизобиловал слезами и воздыханиями, был полезен и братьям, жившим во со мной в немощи их. Увы, какая мудрость! Скажи-ка ты мне, сколько лет имеешь в брани? Три, пять, десять. Но блаженная Амма Сара сорок лет доблестно боролась с демоном Булда и мужественно перенесла это. Смею помянуть об Аве Пахоме и о том, что сам себя обнажил в церкви, и о другом, кого подкрепил Ава Аполлос. Да и зачем мне приводить бесчисленные примеры, с какими подвигами и борениями искренние борцы выходили победителями, один так, другой иначе. Но нигде огорчение, нигде малодушие, нигде потери мужества, пока не возмогали в немощах своих мановением свыше отрывая нападки вражеские. Мы же, малодушные, малодушно, беспечно, необученно говорим и делаем. Я напоминаю об этом для того, чтобы возникнуть нам от упадка духа и стать бодриной и неподвижным в уповании на Бога. Поя каждый в себе, если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, если встанет на меня брань, на него буду я уповать. Не бойтесь страхований и страшилищ, какие иногда демон производит мечтательно ночью, показывая то или другое, преобразуясь и видоизменяясь, как вздумает. Бывает, что он звук издает и по имени зовет, вид льва принимает. Но ты смело уязви его небоязненность и увидишь, что он как прах разлетится. Если покажется он тебе высоким, равно с кровлей и великим, обратись к молитве, и подобно великому Антонию увидишь, как его не станет. Пусть покажется он идущим на тебя и нападающим, или жилище твое потрясающим и валящим на тебя. Не страшись, и все пройдет, как самое мечтание. Случается же это с теми, которые подвергаются этому от того, что они боятся страха, где нет страха. Внимайте же и не устрашайтесь того, что совсем не страшно. Пусть более от вас устрашаются наводящие страхи, силы и ваше упование на Бога и молитвы к Нему. 91. Стоите твердо и неподвижно в уповании на Бога и расторшем на госплетенные козни дьявольские. Будьте выше страстей, попирая сласти и похотения плоти. Действуя же и чистоту, ограждая и душевно, и телесно. Видите, теперь время весеннее, в которое всякое одушевленное естество подвигается к живорождению. Сообразы и с этим надо нам установить сон свой и пищу. Добро, говорит апостол, не есть мясо и не пить вина, или чем брат твой соблазняется. Говорю я, братья мои, советовательно, а не узаконительно, честных ради душ ваших, и притом не больным из вас, а здоровым. Хорошо не пить вина, особенно вам, юнейшие, потому что от него возгораются страсти. Мы и без того имеем в себе волнение свойственных естественных нашему сластей. Для чего вводить нам в себя еще и винных возбудителей? Вкусите и увидите, как благо воздержание от вина. Воздерживающиеся от него увидеть в себя неносимым помыслом, невозгораемым душевно, но всегда трезвенствующим в любви к Богу и ревностным ко всему лучшему и содействующему спасению. Воздерживающиеся от вина Духа Святого носят в себя, в себе. Пиющие воду облекаются в одежду умиления. И относительно пищи тоже советую вам, чадо. Бегайте без словесного пресыщения и всегдашнего насыщения вдоволь, от которых семена блуда и содомство. Но так употребляйте пищу и питье при всех других осторожностях, чтобы начальствовать над властьми, а не быть у них под началом, чтобы властвовать над плотью, а не быть во власти ее. Наилучший порядок в отношениях души и тела и есть тот, чтобы низшее не насиловало высшего. Относительно выходов из обители твердо держитесь правила, не вносить в обитель мирских бесед, могущих смущать братьей. Узнаю, что некоторые из вас, заходя в огород, требуют от огородника овощей и, не получая по правилу, воюют с ним. Это сатанинское дело, и ему не следует быть. Таковые будут подвергаемы эпитемиям. Разве недостаточно предлагаемого? Как же ты преодолеешь страстность, когда тебя побеждает овощ? Легче пера будешь, смиренный брат мой, если не укрепишь себя в помысли воздержанием, уповая, что как бывали и бывают из невоздержанных воздержанными, из страстных бесстрастными, так будем и мы, если не поленимся строго держать себя во всем. Господь да укрепит вас и утвердит. 92. Царство небесное путей много, и один путь. Один, потому что одна суще, добродетель исполняется и в дело приходит разными добрыми делами. Восприимем эту единую всемощную, и один, одним дотечет путем богоподражательного послушания, путем беспрепятственным и непресекаемым, другой путем христоносного смирения, путем гладким и кратчайшим, тот же и другой долобызает отсечение своей воли, как жертву непорочную. «Кто есть человек, хотящий жизни и любит дни благие? Прошу и я с пророком. И отвечу, тот, кто истинно отсекает волю свою, этот будет жить и не увидеть смерти, падения, избавляя душу своей из руки адовых. Этот есть сын света, имеющий душу, очищенный от всякой страстности, ибо он с корнем исторгает всякую страсть». Откуда у нас огорчение, неприятности, брани, споры, завидования? Не от того лишь, что домогаемся стоять на своем и защищать свои решения и пожелания? Да, так есть воистину. И нет другого способа избавить нас от козни дьявола, кроме этого, от течения своей воли. Дни за днями текут, приходят и отходят, как поток речной спешит вперед жизнь наша и приближается к смерти. «Блаженны вы, что ничтожим и временным стяжеваете себе вечное и небесное, и придет день, когда вас сядет Бог на престоле славы своей с предстоянием Ему святых ангелов, призовет вас и в чинить вселение праведных. Но каких? Послушливых, покорных, благоговейных, добротолюбивых, чистых сердцем сокрушенных, плачелюбивых, трудолюбивых, отцелюбивых, братолюбивых, безмолвий любивых, молитволюбивых и всякое другое божественное дело неусердно проходящих. Есть между вами такие, которые не одною, а многими добродетелями приукрашены, и таковые красной добротой воли сынов человеческих, сияя многими благодатными дарами духа. Не дадим же себе приближаться к безобразным и тлетворным срамотам греховным. Но бегая да бежим прочь от пагубной дерзости, злого друг друга, обозревания, разнузданных улыбаний, сатанинских роптаний, злобных огорчений, принимая все добросердечно, пищу, питье, одежду, послушание, какие бы то ни было. Это и есть добрый для вас подвиг, это и есть свидетельство добросовестности вашей, это и есть ваше в воинствовании духовном приспиянии, и это, наконец, ваше венсеношение. Слышу, что некоторые неразумные в виде детей, воспитывающихся у нас, говорят, вот от чего имеем мы погибнуть, вот от чего разорение монастырей. Какое безумие! Это не что иное, как осуждение самого Господа, который говорит, оставьте детей приходить ко мне, ибо таковых и сарствие Божие. Не был ли младенцем Христос? Не отдойн ли он был молоком? Не был ли детятем? Не был ли отроком двенадцати лет? Не был ли мужем совершенным? Как лет тридцати, начиная чудодействовать? Зачем же бессловенствует этот, и почему на себя самого более не жалуется, что пагуба его от него самого? Такие премудрые и разумные игумена текут путем, которые вправе правого, и спорят, что любят Бога более, а не сколько должно, блуждая между тем вне определенных правил. Приложу, впрочем, если никого нет, кто говорил так, пусть слово это пройдет, как порыв ветра, и я никого не буду обличать. Если же есть, пусть исправит себя, да не впадет в сеть дьявольскую. Святой старец тот, что сказал, что повелит мне дитя, то опряму, как бы сын Господа моего повелел мне. Или вы не разумеете, что читаете? 93. По слову Господа, с терпением вашим спасайте души ваши, переносите вы труды из зной подвижнической жизни вашей без малодушия, и в законе Господнем получайте день и ночь, да будете, как дерево, насажденное при потоках вод. Много у вас трудов, но даров Божьих больше, много потов, но стяжания вечны. Знаю, что подвизаетесь всячески, нудите себя, мученически живете, копьем прободаемы бываете, распинаетесь отсечениями своих хотений, но радуйтесь, потому что вам готовится Царствие Небесное, блаженное бессмертие, всыновление, сонаследие Христу, благо жизни, блаженство, радование, покой, конца не имеющий. Когда такие и талики блага предлежат, кто может унывать? Кто может останавливаться перед каким-либо трудом и подвигом, пока через смерть не перейдет к уповаемому? Знаю, что недостойны страсти нынешнего времени в сравнении со славой и открытием нас. Не понесли ли и вы и зной похотения, и тягота уныния, и утомления от трудов, и голод, воздержание, и во всем другом тесноту и скудость? Так что можете сказать с апостолом, ради тебя умерщвляют нас на каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Вы не страшитесь демонских мечтаний и похотных восстаний, преуспевая и восходя на высоту добродетели. Но слово об этом нужно не для одних разлиняющихся, колеблющихся и развояющихся, а и для вас, к утверждению и намосчению вас. Да добре совершите свое течение благочестия. Перейдите же все, страх к страху приложим, и будем друг другу благи, тихи, любительны, покорны, радушны, независтливы, непритязательны, не горды, не тщеславны, не смутительны, не ропотливы, имеющими основанием доброго вашего жития терпения. Много каждодневно бывает у вас при скорбности, не отрицаю. Но не для спасения ли это вашего, не для наследования ли вечных благ. Если же для этого труд и утомление, усилия и течения, пот и голод, теснота истинания, смятение помыслов и волны искушений невидимыми врагами, нагоняемых на нас, на море жизни этой, то отнюдь не попустим себе возмолодушествовать или устрашиться, или впасть в безнадежие. Христос с нами, Он простирает руку, скажет морю этому, замолчи, перестань, и будет тишина великая. Только и мы понапряжемся еще, и еще течь, еще и еще спешить, еще и еще подвигаться вперед. И я уверен хорошо, что успешно совершим плавание, спасемся от бед и благополучно войдем в пристань Царствия Небесного. А там отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Что же блажение такого дела и толикого труда, из которого воссеивает свет, жизнь, радость, мир, утешение и упокоение безмерное? Кто с такой верой и таким упованием течет путем добродетели, тот никогда не изнемогает, не останавливается и обращается вспять. Ни по причине подъемлемой уже тяготы и скорби, ни по причине предстоящей еще, хотя бы то была смерть, прободение ребра, пролитие крови. От этого мученики предавали себя на мучения и претерпевали всякие виды терзаний. От этого преподобные взыскивали преподобие и поднимали всякий труд подвижнический. От этого и я прилагаю, приглашаю вас и убеждаю вступить в подвиг, чтобы и увенчать все заблаженное подчинение ваше мученическое послушание. Ею умоляю вас, не допустим себя лишенными быть неизреченных тех и недомыслимых благ, наименования сынами и наследниками Царствия Небесного, радостей Невестника Христова, стояния одесную, где все святые в безмерном веселе ликую и ликуют, наслаждаясь, наслаждаются неописанными теми божественными благами. 94. Зачем пришли мы сюда, вышедшие из мира и отчуждившись от родителей, родственников и друзей по плоти, городов, родины, сел и домов? Не затем ли, чтобы спасать души свои? Не затем ли, чтобы сподобиться отпущению грехов прежде содеянных? Не затем ли, чтобы благоугодить Богу? Не затем ли, чтобы стяжать вечное благо? Не затем ли, чтобы пожить и ангельски соревнуя бесплотным умам, святым и треблаженным отцам нашим? Как же после этого делать нам противное тому? Вместо плакания смеяться, вместо сокрушения веселиться, вместо благоговенства нечестить, вместо молитвы суетиться, вместо покоя кружиться, вместо безмолвия хлопотать, вместо ощущения загрязнять, вместо тихости дерзкими бывать, вместо пощения предаваться невоздержности, вместо псалмопения пересуды творить, вместо послушания самовольничать, вместо смирения превозноситься? Так, противоборец наш обыкновенно увлекает забывающих обеты свои, но несообразные с ними дела. Но вы добре ведаете, зачем собрались здесь и ревну и ревнуете о достижении целей своих, и грехи свои очищаете и освящаетесь. Прошу же вас, чадо, и молю, не допустите, чтобы оказался тщетным труд ваш. Как и сколько терпите вы? Сколько постились и поститесь? Сколько усердствовали и усердствуйте к бдению? Сколько перенесли и переносите поношения, оскорблений и лишений? И вообще, сколько уже совершили и совершаете в благоустроении жизни своей? Не допустите же охлаждения и какому-нибудь минутному усложнению погубить эти многоплодные и многожеланные делания ваши. Но к прежним трудам приложите новое, чтобы добре совершить в течение этой краткой жизни, благонадежно вступить в тихую пристань жизни нескончаемой. Знает Господь, как забочусь я об успокоении каждого из вас и душу свою располагаю сообразно с тем, каково вам. Скорбящими скорблюсь, изнемогающими изнемогаю, как немощной душою, с малодушествующими малодушествую, с борющимися борюсь, с бедствующими бедствуюсь, искушаемыми разжигаюсь. Если так, то почему мешаете вы мне в этом и не сообразуетесь с тем, что вам приказывают, а протиритесь и приводите свои желания или лучше свои зловредные похотения и свои горделивые воли в противное закону послушания и общежительному устрою жизни, изобретайте по своей нраве какие-то свои новые правила и доказывайте, что они-то и есть самые святые и божественные, тогда как это нечестиство и беззаконство. Одни по самовласти или более по повелению дьявола скрытно без моего ведома веригами облагаются и других к тому же располагают при содействии им в этом грехе дьявола другие восхваляют пустынную жизнь покоряясь дьяволу хотящему сделать их пустыми иные то и то выдумывают и предлагают по внушению конечно душегубительного супостата нашего чего я обнаруживать не хочу зачем это делается не обращая внимания на свое настоящее жительство целесообразное богоугодное и спасительное кто из преподобных делал так если же и делал кто то решался на это вследствие какого-либо указания свыше или по благословению духовного отца своего вы же не очистившись еще от прежних грехов или очистившись но не умиротворившись еще внутри и не вкусив сладости и развлечения вещей слепотствуя бессоветеем и самоволием несетесь на это как шар по стремнению толкнутый будучи туда прещением змея не так чадо мои отнюдь не так следует но верьте что для вас мудрейшие из премудрых святейшие святейших и благотворнейшие из благотворных дел есть пребывать в том звании в какое призвал вас Господь в общежитии под руководством отца в сообществе с братьями в этом богопосомом питомнике духовном исходящий из него уловляется зверем а водворяющийся в нем приемлем заключительные свойства его единодушие единомыслие с поборничества сотрудничества с пострастрадания с прославления Бога и не следует вам придумывать ничего чем бы особистья от других кто желает превзойти других добродетели да повергает себя таковой в помышлении своем ниже всех никому да не противоречит да не обретается лезть в устах его и ропотливость да будет он медленно гнев скоржено послушание еще скорее на то чтобы говорить прости при встрече упорства в слове да будет светло радостен лицом по причине внутреннего его благо настроения и молительного к Богу обращения очи долу преклоняя ум же к Богу устремляя да воздерживается всегда от смеха не простирая с далее кроткой улыбки да будет воздержан и в слове ни единого не допуская слова гнилого и никакого которое не служило бы к назиданию да довольствуется тем что предлагается на общей трапезе и того не досыта вкушая да довольствуется определенным временем сна на службе же трезвенно и бодренно да предстоит стараясь ни одного стиха не пропустить без внимания да полагает каждодневно начало и даже до вечера да не простирает предела жизни своей в готовности всегда состоя к исходу души из тела реки реки слезы источает каждодневно особенно вечером да орошает ланиты свои состинанием при помышлении о содеянных в нерадении и делах и разлучении души с телом сейчас смерти как возьмут и поведут ее ангелы как пройдет она мытарства демонские и как будет давать ответ о всем содеянном в жизни словом делом и помышлением где потом определено будет быть бедной душе одесну или стоять в недрах Аврааму покоевать и в невестнике Христовом блаженствовать или отойти к козлищам и вместе с ними услышать отойдите от меня проклятый в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его вот чем превосходить других да ревнует каждый из вас неленостно но успеть в этом нигде вы так не можете как в общежитии которое по святому Василию Великому есть детелище всяких добродетелей хочу объявить добродетели некоторых из вас не называя их чтобы возбудить соревнования в тех которые не живут надлежащим образом есть между вами такие которые в некоторые дни по искренней вере и пламенной любви к Богу совсем не вкушают сна есть такие делатели плача у которых ни один день не проходит без горячих слез есть такие которые не приступают к святому причастию если наперед не орасятся обильной водой слез есть такие любители чистоты что совсем не смотрят на лица да не повредятся есть такие которые потребность сна исполняют сидя есть такие которые вне трапезы ничего не пьют и не едят есть такие которые никогда не обращались ко мне с прошением одежды или обуви или другого чего такого а только того чтобы назначить им меру поста бдения или другого какого себе перетурждения во спасение вот правое сердцем вот искренно вышних взыскующие вот с ревности о собственном спасении пекущиеся и о том что безвредными быть для ближних и не об одном только но и о том что всячески пользовать их самыми делами своими напоминая достодожным и тем возбуждая ленивых к прилежанию а падших к восстанию таковым подражайте кто желает если же нет такого желания довольствуйтесь общеустановленными добрыми деланиями ибо мерность спасительна и ее одной держащейся добросовестной несомненно получат венцы от милосердого и щедро даровитого Бога 95 мы воинство Христово от всего мира избранное Господу дань Богу посвященное приношение брань имеем не с кровяными и плотяными врагами но с началами и властями и миродержателями тьмы века сего духами злобы почему дело для нас необходимое собираться воедино совещать и рассуждать ни однажды ни дважды ни трижды в год но непрестанно потому что и брань у нас с врагами непрерывно непрестанным подвергаемся мы искушениям смотрите же воины Христово обведены ли вы окопами души ваши имеете ли броню веры если у вас щит смирения держите ли на готове копье послушания покрывает ли вас шлем упование спасения в руках ли ваших меч мужества и прежде всего благопокорно ли честное тело ваше и добротечно ли обучено ли и удобо удержимо чтобы иначе закусив дела не сбросило седока ум перед лицом врагов да вы все это имеете отвечу за вас я сам но еще и еще поимеете потому что много борющих нас высоты потому что разожженный стрел лукавого который притом ни на одно мгновение не отстает не ест не пьет и не спит а день и ночь борет как сам негде сказал одному из святых отцов в том и жизнь его безжизненное действование пагубное чтобы не излагать нищего и убогого и заколать правых сердцем но меч его довойдет сердце его и луки его да сокрушатся псалом пагубное пагубное если указанными оружиями будем отражать его его как сам сей всегубитель сознался сокрушает смиренно мудрие побивает послушание обращает в бегство молитва морит голодом пост низлагает братолюбие и всех прочих добродетелей делания молю вас я узник грехов дошествуем достойно звания в которые призваны держитесь терпения подъемля всякий труд в делах рук ваших в обрабатывании полей во вскапывании гряд в приготовлении одежд в списывании книг в плотничестве в хлебопечении и во всяком другом мастерстве и послушании за все это уготавляется вам на небесах великая награда вот как скороход бежит жизнь наша и летит как парение птицы между тем однако добрую куплю можешь совершить мы братья в одно мгновение времени можем наследниками сделать соблаженство всех веков ибо воистину всей жизни нашей прожитии есть одно мгновение в сравнении с бесконечной вечностью блаженно умудрившиеся в этом едином на потребу треблаженны возненавидевшие мир всеблаженны господа ради оставившие родителей родных друзей братья и все что в мире как как и вам не быть прославленными когда вы это сделали ибо господь сам сказал прославляющих меня прославлю и не чижающих меня обесчеститься вы воистину прославляете бога в членах ваших и члены христовы есть освященные приносите себя в жертву и непрестанно плоды приносите через послушание ваше никто же да не пресекает добрейшего течения своего никто да не поддается унынию и не разленивается никто да не дремлет и не предается сну будьте все сшественниками все связаны союзом любви все единовольны все единосердечны будьте добрыми по Богу и те часами благо движными и приснодвижными 96 имея в себе светильником горящим чувство Господу и вожделение вечных благ должны мы непрестанно подливать елей помазания чтобы светильник этот не погас и не оставил нас во тьме и мы вследствие того блуждая туда и сюда во тьме не попали в пагубный рост страстей елей же этот что есть воспоминания помышления и рассуждения о том что прежде было что есть теперь и что будет после воспомянем живоные дни юности нашей когда мы или ходили в неведении как во тьме или влаялись в течение дел суетных как в волнах морских или погружались в плоские удовольствия как в бездну водную затем помянем как оттуда вызвал нас благий бог и просерж руку исторг и путь мирный показал внушив нам притещи к нему светлому и святому образу жития к этому присовокупим и то что между тем как сколько из столиких родных наших знаемых друзей и приятелей остались в том же горьком положении мы одни как от египетского рабства избавлены от него и возведены на высокую гору жительства этого и отсюда взирая долу видим как люди вращаясь как в глубочайшем некоем рве суи метутся друг друга толкают друг друга сбивают с ног в поте лица как чего-то великого земных благ непостоянных скоро приходящих и тленных и что еще сожалительнее имея в воздаянии зато попасть в ад на вечное мучение за это одно только избавление какое благодарение должны мы чувствовать и воздавать благодетелю нашему богу будем же непрестанно благодарны богу высылать хвалы громче израиля поя и воспевая поем господу славно бы прославился коня и всадника вверх в море но такое благодарение будет неполное если мы не будем надлежащим образом пользоваться благодеянием